Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, конечно, можно всё это сделать, но сейчас мне это сделать, честно говоря, не очень охота. Если я не ошибаюсь, и Торбан действительно продадут отмычки, то, значит, на первое время мне их хватит. Постараюсь я их уже экономить. Так, ну и первый такой секрет я подумаю сначала. Он будет не очень интересным, но потом я направлюсь вон туда, вот на вот этот вот остров. Так, ну и теперь давайте я немножко расскажу вам, во-первых, интересное место. Хотя оно толком не интересное. На самом деле это самая обычная пещера. Находится она, ну, примерно там же, где мы и в начале игры охотились и с Бартоком. И в этой пещере находятся бандиты. Я вот, честно говоря, не помню, есть ли там что-нибудь полезное, но вдруг-то не повезёт, и там будет какая-нибудь каменная табличка. Ну, вдруг. Ну, или что-нибудь другое полезное. Хотя, если там ничего нет интересного, то считайте, что... Ну, я зря потратил время. Ну, конечно, не зря получу там немножко. И так много полезных вещей, ну, и немного опыта. Так, ну и сейчас, значит, первая очередь. Как я уже и сказал, я отправлюсь к Торбану и попробую купить у него отмычки. Но я уверен на все сто, что он продаст мне отмычки. В этом я уверен. Дальше, как-то, помню, с ним говорил насчёт этого, насчёт отмычек. Эй! Ты можешь продать мне отмычки? Если ещё остались. Мда, 12 штук. Ну, давайте купим. Ну, так, ну-ка. Ты можешь... Ещё пять. Интересно. Но я знаю точно, что у него не бесконечные. Так, ещё пять. Ты можешь... Если ещё... Так, всё, значит, в итоге 22 отмычки мы приобрели, плюс 1 ТА. Итог, 23 отмычки сейчас у меня всего. Что ж, немного, но всё же... Тут какое-то количество. Насколько я знаю, теперь он будет с нами торговать только в третьей главе. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Так, ну и раз уж я пробегаю мимо Баспера, почему бы не заглянуть к нему? И продать ему все шкуры, которые у нас есть. Хотя... Давайте это сделаем на обратном пути. Поскольку сейчас я отправляюсь... Буду идти мимо того самого леса, где мы охотились с Бартаком. А там, возможно, восстановился Мракорис. Во второй главе. Ну, тот самый, который мы убивали с Бартаком. Теперь там, возможно, на его месте появился новый. Так, ну и для начала я бы хотел... Немножко здесь... Расправиться с Глорхами, которые находятся... О, не тот, Алексей, случайно выпил. Которые находятся впереди. Конечно, это делать не обязательно, но всё же, чтобы потом сюда уже... Мне точно не ходить, я хотел бы расправиться с ними сейчас, по-быстренькому. Переодеваться пока что я не буду, так как я нахожусь неподалёку от города. Так же будет безопаснее для меня же. Ну, как я проникнусь за... Ну, как я проникнусь за... Ну, блин, Мракорис, конечно, здесь у меня уверен, что он есть. Тогда я уже переоденусь в бандитские доспехи. Людей, кроме как бандитов, впереди быть не должно. Это значит, что я смогу нормально пройти. Кстати... Насколько я знаю, если пойти туда дальше, то... И впереди мы можем найти такую пещеру, которая нас ведёт в Долину Предков. Сразу вам скажу, что туда я ни разу не ходил. Вообще не знаю, что там меня ждёт. Ну, и сейчас я туда тоже не пойду. Так. Там. Я уже думал, Мракорис это... Ёлка. Показалось. Ну, ладно, всё равно я буду просматривать. Есть тут бешеные монстры. А, нет, всё-таки смотрите-ка, есть Мракорис. Так, ну ладно, давайте переоденемся. Ну, конечно, на всякий случай сохранюсь. Ну, мало ли что, может... Есть тут кто-нибудь из персонажей новых, например. Так, ну, Мракорис для меня не проблема. Наоборот, даже огромные плюсы. Это ещё одна шкура. Ещё... Пусть денег. Тем более, что деньги сейчас нельзя восстанавливать. Сейчас у меня, как вы видите, всего лишь две тысячи золотых монет. Что, в принципе, не так уж сильно много. Хотя, если я продам все свои шкуры Мракорисов, то, может, будет уже... Так, ну, тысячи три с половиной. Не знаю, из денег. Кстати, сколько у меня их? Ну, просто, мне интересно посмотреть самому. Сколько у меня шкуры Мракорисы? Так, где же они? Ничего себе, аж девять штук. М-да. Что ж, это неплохие деньги я получу от Баспера. Так, ну, давайте будем двигаться дальше. Если мы повернём вот сюда вот направо, то как раз попадём в ту самую пещеру, где находятся бандиты. Ну, я бы хотел пройти ещё немного. Так, так, так. Ага, вовремя я заметил. Но если я пойду вперёд, то там, вот, как вы видите, находится немножко гоблинов и бешеный волк. Ну, а также, как я и сказал, там находится... Проходится в долину предков. Так, попробую загрузиться. Так, попробую загрузиться. Здесь сейчас мне повезёт. Сейчас попробую сохраниться поближе. Где-нибудь вот здесь. Хотя он меня тут уже заметил. Ну, ладно, как-нибудь, да, справлюсь. Отлично. То, что надо. Сохраняемся. Так, ну, впереди, похоже, у нас тут находятся одни гоблины. Но всё-таки будет безопаснее, если я проверю тут всех изгулка. Так, ну, одни чёрные гоблины. Ладно, для меня это не проблема. Сколько их тут? Четверо. Наоборот. Или больше даже. Наоборот, только одно удовольствие с ними сражаться. Ой, нет. Все убиваются. Вообще, буквально с одного удара. Это понятно дело, критические удары идут, потому что... Там ничего нет. Из-за этого не выйдет ничего хорошего. И гоблины не убились бы. Так, ну и что, значит, здесь у нас есть? Лечебное растение. Ничего. А, вон там, кстати, проход в эту самую долину предков, как я и сказал. Но туда я не пойду. Пойду я туда, ну, как придёт время. Как, наверное, все вот секреты найду. Ну, такие, которые я могу, конечно, сейчас посетить. Так, туда я отправлюсь сразу. Так, ну и давайте сохранимся и попробуем вскрыть вот этот вот сундук. Посмотреть, что у нас здесь находится. А, он даже так открывается. Тут у нас находятся 20 золотых монет. Так, шаржал, я не пропустил. Так, ну и теперь давайте, как я уже и сказал, отправимся на убийство бандитов. Буду надеяться, что там не попадётся какая-нибудь каменная табличка. Буду очень и очень надеяться. Ой. Волк, что ли. Ой. Хух. Ну да, повезло, честно говоря, сейчас мне. Всё, сейчас строго хожу срывать это с луком. Потому что, ну, видите, что произошло. Просто я смотрю здесь. Здесь у нас где-то должен валяться лук. Насколько я помню. А, вот он, да. Более мощнее. Особенно огненный дождь. Он никогда, наверное, не сравнится с когтём бельяра. Даже о полностью умостренном. И да, кстати, как вы видите, я был прав. То, что здесь находится каменная табличка. И это просто замечательно. И она опять белая. Не знаю, мне... А, белая и чёрная. Хоть бы сила была в чёрной. Даже две. Так, а в белую у нас что? Так, а в белую у нас вроде как скрижаль лучника был. Ну, конечно, не повезло. Но всё же, не может же постоянно на него подать там жизнь. Или это как его? Мана. Ну что ж, ладно. Так, а... Так, ну, не знаю. Надеюсь, что неловкости. Здесь попалась скрижаль. Ну, что ж, замечательно. Я нашёл две каменные таблички. Так, ну, в пещере, мне кажется, что вряд ли уже будут каменные таблички. Потому что, ну... Как-то это, не знаю, слишком много. Каменных табличек в одном месте. Тем более, что сюда я должен был... Ох ты, смотрите. Прикол, правда. Бандиты на меня не нападают, потому что на меня одеты бандитские доспечи. Так, ну теперь точно на меня все нападут. Как-то я уверен, сто процентов. Один... А, не два напала. Она же как убивается ментально. Так, ну что ж, замечательно. С бандитами я справился вообще, не потеряв нисколько здоровья. Ну, что сказать, это отлично. Ну, понятное дело, на моём-то уровне справиться с ними под силу абсолютно каждому. Ну, не важно, кто он, маг или какой-нибудь воин. Так, ну и давайте сейчас откроем вот этот вот сундук ещё. Ну, тут вряд ли будет что-нибудь полезное. Мне так кажется, ну... Так себе. Здесь будут вещи. Ну да, ну, две отмычки, хотя это полезное, но всё же я сейчас загружусь. Ну, что потерялось сколько? Там, отмычки три или четыре. А, найду всего лишь две. Ну, а так в итоге сейчас открою правильно, плюс ещё получу две отмычки дополнительные. Ну, кстати, не знаю, может мне кажется, конечно, может быть не кажется, но... Мне сейчас как назло начала попадаться вот эта вот ветчина. То есть, если раньше, когда она мне была нужна, не знаю, она мне не попадалась никак. Теперь она, как назло, в каждом сундуке прям попадается. Хотя я эту ветчину уже собрал. Причём собрал довольно быстро за Иркендар. Ну, всё же, раньше она мне попадалась, не знаю, ну, как-то редко. Личность-линичность от Иркендаря. Так, ну и сейчас, значит, давайте мы отправимся в город. Так, чуть не забыл. Переодеваемся, конечно же, сразу. А то... Было бы очень плохо, если бы я в таких доспехах попал бы в город. Действительно. Ну, а так будет, в принципе, всё нормально. Так, значит, сначала идём к Басперу, сдаём ему все шкуры, которых... У меня накопилось очень и очень много. Ну, и потом... Идём... В эту сокровищницу гильдии воров. Насколько я знаю, там тоже должны быть каменные таблички. Меня, в принципе, не интересует. Там ни золото, ни какие-нибудь ценности, которые там находятся. Меня в основном интересует сейчас, в данный момент, именно каменные таблички. Потому что они прибавляют максимальные параметры. Особенно силы, одноручника, а также арбалета. То есть, особенно мне нужны. Не говори, что ты не знал этого. Так, ну что ж, ну и сейчас давайте отдадим все возможные шкуры Басперу. И получим свои деньги. Пришёл, наконец. Так, а... Так, я примотаю это, чтобы это услышали уже лучше раз. А, ещё одна шкура огромного тролля. Когда я натыкаю... Так, ну, смотрите, сколько денег. В итоге... Вроде, практически денег не было. А сейчас у неё практически пять тысяч золотых монет. Как вы видите, вот эта вот добыча всяких шкуртов и трофеев животных, это очень и очень выгодное дело. Это если учесть то, что я, по-моему, ещё не все вещи скупаю, какие только можно. Так что, в принципе, денег нам на всю игру хватит, на всё. Конечно, я потратил на это кучу очков обучения. Я это знаю, конечно. Отрицать не буду. Но всё же... Нам это пригодится. Так, ну и сейчас, как я уже и сказал, я отправлюсь на поиски сокровищницы Гильдия Ворога. Хотя, почему на поиски? Я ведь её и так уже не знаю, где она находится. Ну, для тех, кто не знает, я сейчас вам покажу. Для начала нам необходимо будет попасть в волну тот вот остров, который находится впереди. Сразу вам скажу, что на самом начальных уровнях, там, не знаю, на третьем, на четвертом, ну, на таких вот простых, туда лучше не идти. Так как на этом острове находится несколько ящериц. Несколько это, не знаю, штуки, три-четыре. Но если вам под силу справиться с ними, если вы умеете вскрывать замки отмычкой, то, конечно, вы можете спокойно туда пойти. Неважно, какой бы у вас был уровень, конец игры там или начало самое. Разницы, в принципе, нет. Открыть вы можете всё это, когда, во-первых, сможете убить ящериц, ну и, конечно же, когда вы умеете вскрывать замки отмычками. Больше тут ничего не требуется. И да, кстати, надо бы мне, наверное, подлечиться. Не знаю, ящерицы вряд ли мне нанесут такой большой урон. Но всё же, конечно, подлечиться бы мне не помешало. Так, ну и впереди там ещё находятся вон какие-то, как вы видите, обломки корабля или что-то такое. Давай ты сейчас сначала тогда проплывём туда, посмотрим, в общем, что там. Может быть, там тоже что-то есть интересное. Если там ничего такого интересного нет, то вот в этой вот сокровищнице, там есть 100% полезные вещи. Во-первых, там много золота. Во-вторых, там всякие вот эти вот драгоценности, там шкатулки, серебряные, золотые и так далее. Ну и также, надеюсь, я не ошибаюсь, и там есть каменная табличка. Если я не ошибаюсь, то это просто замечательно. Потому что я сейчас, как я уже говорил, они для меня важнее всего. Так, ну здесь, похоже, ничего слишком ценного нету. Была только золотая монета и... А нет. Пропусков рыбы, вино. И всё, ну... Честно признаться, так себе. Так, 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 там... Вроде ничего. Так, вон там. Ненавижу вот в готике, честно говоря, управление, когда плаваешь, оно сделано очень-очень по-дратскому. Так, рыба какая-то состряла, ну ладно мне. В принципе-то не так важно, тем более, что я её убить не могу. Так, ну... Вроде ничего интересного такого нету. Я имею в виду, там каменные таблички и так далее. И вообще-то толком никаких вещей не было. Так, ну, с виду, как вы видите, самый обычный остров. Ничего такого особенного. Но на самом деле... Здесь находится именно сопровочница гильдии воров. Правда, спрятана действительно она хорошо. Во-первых, не знаю, ну... Кто-то думается сюда плыть. Ну, конечно, может быть кто-то. Кому это надо, в общем-то. На остров себе, да остров. Нет, ну это ещё, в принципе, не самое главное. Приплыл-то на остров. Я ведь ещё тут плыть. Нет, я так и заговаривался. Так, давайте переоденемся тогда. Здесь у нас точно никого нету. И подлечимся. Ведь если вы приплыли на остров, как я уже и сказал, вам необходимо будет ещё найти эту самую сокровищницу. Ведь она тоже спрятана довольно хорошо. Так, теперь ещё и доспехи. Так, ну и сохраняемся. Но теперь-то я уж точно с этим менящейся исправлюсь. Без каких-либо особых проблем. Так, ну где они? Так, ну где они? Так, ну где они? Конечно, я сажал, лишь бы всё. Так, ну что-то, надеюсь, были все. Хотя, кто его знает, может быть, даже не все ящерицы. Так, ну с другой стороны этого острова сразу говорил, вроде как ничего нету. Хотя, кто его знает, может быть, я и ошибаюсь. Ну, вроде бы. Ох ты, каменная табличка. Так, ну вот, вроде, то что, не зря сюда. Так, и она у нас какого-то, ну такого желтоватого цвета. Это либо одноручник, либо арбалет. Так, что ж, надеюсь, что это будет одноручник. Очень и очень, надеюсь. А, так, ну-то у нас был либо дворучник, либо арбалет. Что-то одно из этого. Жалко, что не одноручник, ну ладно. Надеюсь, что здесь будут ещё каменные таблички. Так, ну вот, в принципе. Вот, сейчас попробуйте невооружённым глазом угадать, где находится здесь сам тайник. Понятное дело, что просто так это его не найти. Но я, в принципе, знаю, где. Ну, сейчас я хотел бы сквозить вот сюда, вот наверх. Просто посмотреть, что здесь. Здесь его нету. Ну, тут, возможно, есть что-нибудь полезное. И сюда вообще нельзя забраться. Похоже, нельзя. Сейчас, только отсюда. Ну ладно. В общем, вы, в принципе, уже могли заметить. Вот как раз вход в эту самую пещеру. Так, и здесь у нас есть ещё каменная табличка. Не знаю, какая. Тут темно и видно. Ничего не было. Так, лучника, что ли. А, да, вот лучника. Я помню, точно их было здесь. Две. Ну, жалко, конечно, что лучника. Ну ладно, всё равно. Так, ну и дальше мы можем увидеть, что здесь у нас такая вот небольшая загадка. Впереди находятся шипы. Вон, даже можете увидеть мертвого варана. Явно сюда пошёл. Вот, видите. Если близко приблизиться, они вот появятся. Конечно, их можно попробовать как-нибудь обойти с краю и так далее. Но зачем все эти сложности, когда есть более простой способ? Тут у нас есть вроде самый обычный факел. Но на самом деле в нём, скажем, секретный рычаг. Который, если нажать, то вот эти вот шипы перестанут подниматься. Как вы видите, я был прав. И шипы теперь не поднимаются. Так, а здесь у нас есть и несколько сундуков. Ну и кучу всяких различных вещей. Правда, конечно, многие мы собрать не можем. Так. Этот сундук открывается вообще просто так. Без всяких каких-либо отмычек. У нас 100 золотых монет. Так, этот сундук. Мне никогда не открывать это без правильного ключа. Причём, я могу вам сказать прямо сейчас, какого ключа. Этот ключ мы можем получить от Ханны. Это хозяйка гостиницы в Хоринисе. Ну, конечно, не просто так. Если мы принесём грозбух Лемара, для того, чтобы добыть этот грозбух, ну, во-первых, либо избить Лемара, это брать у него его, либо просто-напросто его обокрасть и украсть этот грозбух. Для этого нужно будет как раз умение карманной кражи. Этому, я думаю, чуточку попозже обучусь. Как только обучусь, так я, в принципе, сюда смотаюсь ещё раз и открою этот сундук. Ну, для тех, кому интересно, что там находится, я могу сказать. Там находится немного денег, в сумме где-то 400-500 золотых монет. Ну и дальше там всякие, типа там, золотые, серебряные чаши. Ну, немножко тоже, но немного вот этих вот драгоценностей. Так, ну и два сундука следующие, они вскрываются обычными отмычками. Правда, конечно, комбинацию я не знаю. Ну, что ж, давайте пробовать. Потом, конечно, я загружусь, поскольку мне не очень охота тратить отмычки. Хотя нет, давайте, пожалуй, я сейчас загружаться не буду. Здесь я вроде справился более-менее нормально, потратил одну или две отмычки. В принципе, не так много. Так, давайте этот теперь вскроем. Комбинация была абсолютно такая же. Ну и, в принципе, здесь мы тоже находим немного золота и... Серебряный кубок, вернее, золотой. Так, золотоподсвечник. Здесь у нас ничего больше нету. Вроде нету. Всё, что можно, я здесь уже собрал. Остался только этот сундук. Ну ладно, что ж. В итоге сейчас у меня, как вы видите, уже больше 5000 золотых монет. У меня появились ещё новые каменные таблички, которые мне, понятное дело, пригодятся. Появились ещё и новые вещи, которые я смогу продать. Ну что ж, это хорошо. Ну и на этом я буду уже заканчивать этот эпизод. О, привет. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем эпизоде. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. Но в следующем эпизоде я продолжу путешествовать по различным интересным местам в Хоринисе. Осталось их уже не так много. Но всё же они ещё есть. И пока я не пройдусь по всем этим местам, я не отправлюсь никуда. Ни в долину родников, ни в долину предков. Ну а, кстати, после того, как я добуду, побываю, в общем, во всех вот этих вот интересных местах, я тогда потом сам ещё поубиваю монстров. Ну то есть это я, конечно, всё вырежу, ничего показывать вам не буду. Просто тупо похожу по локациям, поубиваю монстров, и где-то я планирую на этом как минимум один уровень получить точно. А если повезёт, то даже полтора. Хоринис, локация огромная, и, понятное дело, здесь мы можем найти очень много монстров различных. Ну ладно, что-то я уже отвлёкся. Я с вами попрощался, сейчас болтаю. Так что ещё раз всем спасибо за просмотр, и пока... Ну я... Так-так-так-так, пока не пока ещё. Ну ладно, короче, это уже дальше мои проблемы. Я разберусь как-нибудь с ними сам. Чуть не попал в город, опять в бандитских доспехах. Вот что значит забыть переодеваться. Не знаю, надо мне какую-то напоминалку, что ли, не знаю. На то, чтобы я не забывал переодеваться. Ну ладно, ещё раз всем пока.